Итак, я закончила делать свой макияж. Макияж с палеткой от Makeup Forever, которая называется Pro Sculpting Palette, состоящая из четырех продуктов. Все четыре продукта обладают кремовой текстурой. Вот это вот первое. Это называется Highlight. Собственно, это хайлайтер очень мягкий, очень легкий, очень-очень аккуратно подсвечивающий, очень натуральный и очень приятный. Дальше у нас идет контур, темный цвет для контуринга, дальше у нас идет шиммер, то есть здесь уже более ярко выраженное свечение и у нас идет color. Color в данном случае это может быть тинт, который мы используем как для наших щечек, так и для наших губок. Вот в моем случае в этот раз я для своего макияжа данный цвет использовала именно так в двух функциях и для цвета моих щечек и для цвета моих губок. Что я могу сказать об этой палетке? Признаюсь честно, эту палетку сегодня вместе с вами я использовала впервые. Несмотря на то, что куплена она была уже несколько недель назад, но она так и валялась в моем волшебном бьюти-кейсе. Если вы не знаете про мою волшебную бьюти-кейс, то пожалуйста, ссылочка на видео смотрите обязательно и пишите свои комментарии внизу. Так вот, эта палетка пролежала какое-то время в моем бьюти-кейсе, не тронутая мной, и сегодня я ее специально взяла для этого видео. Я постаралась сегодня сделать макияж максимально натуральным, максимально естественным и летним, легким, не тяжелым. Я постаралась не утяжелить лицо, что могу сказать еще раз о данной палетке. Данная палетка меня очень приятно удивила. Она, во всяком случае, на российском рынке существует в двух оттенках, 2.0 и 3.0. Палетка в оттенке 2.0, все четыре цвета, все четыре оттенка, они настолько идеально подошли моему тону кожи и идеально подошли вообще мне моему цветотипу, что я действительно приятно и приятно удивлена. Дальше, у всех четырех продуктов совершенно потрясающая текстура, очень кремовая, очень шелковая, достаточно жидкая, не густая. Я честно могу сказать, что основу я наносила бьюти-блендером, как я вам уже показывала, а непосредственно вот эти все четыре продукта я наносила с помощью пальчиков, и наносила с помощью пальчиков, и растушевывала с помощью пальчиков, потому что, честно говоря, с кремовыми текстурами я все-таки люблю работать в первую очередь пальцами кисти. Я больше предпочитаю именно для пудровых текстур, и проработав, отработав все четыре продукта на своем лице, я потом аккуратненько сверху притамповывающими движениями прошлась бьюти-блендером для того, чтобы убедиться, что все очень и очень хорошо растушевано, что нет никаких переходов, и что все данные продукты, несмотря на то, что на моем лице на данный момент нанесено достаточно большое количество продуктов, все это выглядит максимально натурально и естественно. Теперь мне хотелось бы подробно остановиться на каждом из четырех продуктов в данной палетке. Первое, это у нас пеклатор или хайлайтер. Хайлайтер очень-очень легкий, то, что называется subtle, практически абсолютно невидимый, дающий очень естественное, очень приятное подсвечивание вашего лица. Я нанесла немножечко данного хайлайтера вот сюда вот под глазки, дабы чуть-чуть отсветлить и подсветить эту зону. Нанесла чуть-чуть вот на эту зону, нанесла на спинку носа и нанесла вот сюда вот на ямочку подбородка. Дальше следующая позиция, это контур. Контур достаточно темный, не пугайтесь, пожалуйста, он замечательно растушевывается и интенсивность данного контура вы можете регулировать сами. Вот если вы обратите внимание, то сейчас я достаточно аккуратно нанесла все продукты для того, чтобы эффект был максимально натуральный, максимально естественный. Соответственно, если вам нужно более ярко выраженное контурирование, вы наносите продукты более обильно. Несмотря на то, что вы нанесете продукт более обильно, пожалуйста, не забудьте его также тщательно растушевать и проработать для того, чтобы не было никаких ярко выраженных, видимых переходов на вашем лице и для того, чтобы все-таки эффект от макияжа был максимально и максимально незаметным. Ну, насколько это возможно при достаточно плотном и тяжелом макияже. Как я уже сказала, контур я также наносила с помощью пальчиков. Контур я наносила вот сюда вот под скулу, таким вот треугольничком сужающимся, вот примерно вот до вот этой вот точечки. Я наносила аккуратно по линии подбородка на боковинки носа и также контур я наносила вот сюда вот, на вот эти вот тоже уголочки лба. И потом аккуратненько сначала чуть-чуть растушевала пальчиками, потом уже прошлась аккуратно сверху бьюти-блендером, на который я не мыла, на котором остались остатки моего тонального крема для того, чтобы максимально растушевать вот этот самый контур. Потом я использовала уже хайлайтер. В данном случае это не хайлайтер, здесь написано, что это шиммер, потому что хайлайтер это первое, соответственно шиммер он с более ярко выраженными светоотражающими частицами, с более выраженными блесками, хотя при этом они все равно очень-очень мелкие и в принципе их на лице практически не видно. Единственная разница, что если вот этот вот хайлайтер здесь блеск чуть холодноватый, то в этом он более золотистый, более теплый, что опять же я повторюсь, для моего цвета типа подошло очень-очень хорошо. Шиммер я нанесла уже на подбробное пространство. Шиммер я нанесла в уголочки моих глазок, чтобы освежить взгляд. И шиммер я нанесла вот сюда вот сверху на скулу, чтобы мою скулу поднять и подсветить. Нанесла на галочку над верхней губой и чуть-чуть еще прошлась по спинке носа. Потом я взяла color, он же blush, он же tint. Вот такой вот очень приятно розово-персиково, наверное все-таки такого больше персиково-кораллового цвета. И нанесла его аккуратненько на щечки и пальчиком растушевала. Нанесла его также на свои губы. После него я на губы нанесла немножечко кармекса для того, чтобы чуть-чуть придать губам такой свежий приятный блеск, но при этом не переусердствовать все-таки с блеском. И опять же, после нанесения у всех четырех продуктов я аккуратно прошлась по всей этой зоне моим бьюти-блендером с остатками моего тонального крема очень мягкими притамповывающими движениями для того, чтобы удостовериться, что никаких ярко выраженных переходов не осталось, что все продукты очень тщательно растушеваны и что макияж на мне выглядит максимально естественно натурально. Также к этой палетке в комплекте прилагается вот такая вот книжечка-инструкция от Make Up For Ever, в которой достаточно подробно нарисована схема по всем, сейчас я покажу вот это вот на английском языке, как наносить данные продукты в зависимости от вашего овала лица, то есть как вам создать идеальную форму лица, а идеальная у нас форма является овал, имея ту форму, которая у вас есть, посредством вот данной волшебной палеточки. Куда стоит наносить хайлайт, куда контур, куда шиммер и куда калор. По-моему, замечательная инструкция, очень понятная, достаточно подробная и в принципе обладатели всех форм лица могут здесь вот найти информацию для себя, воспользоваться ей и использовать вот данную палетку максимально-максимально продуктивно. И теперь быстренько резюме по палетке Pro Sculpting Palette от марки Make Up For Ever. Палетка мне это очень-очень понравилась, я абсолютно не жалею тех денег, которые я на неё потратила, хотя, да, признаюсь, она не из самых дешёвых. Это новинка этого лета, новинка потрясающая, все четыре текстуры кремовые, все четыре текстуры потрясающих оттенков, абсолютно натуральных, которые можно как максимально естественно нанести на вашу кожу, так и более ярко, если вам нужно более чёткое, более ярко выраженное скульптурирование вашего лица, соответственно вы можете сделать это скульптурирование достаточно ярко выраженным и чётким. Если вы хотите очень нежное, очень аккуратное нанесение, невидимое глазом постороннего человека при дневном освещении, вы также можете добиться этого эффекта. Палетка также отличная, потому что она очень компактная, её замечательно брать с собой в поездке, я думаю, что данная палетка станет одним из моих основных любимчиков, особенно для поездок. Это вот то вот средство 2 в 1, 3 в 1, в данном случае 4 в 1, с помощью которого можно в принципе полностью сделать макияж, если ваш хороший тон лица, то по большому счёту достаточно только туши для ресниц и вот такой вот палетки для того, чтобы сделать вам весь макияж. Спасибо большое, что остаетесь со мной, спасибо большое, что подписываетесь на мой канал. Если вам понравилось данное видео, ставьте пальчики вверх, пишите комментарии внизу, подписывайтесь на мой канал, если вы ещё не являетесь моим подписчиком, потому что в ближайшее время я буду на своём канале среди подписчиков проводить очередной конкурс и любите пожалуйста себя, оставайтесь красивыми и до скорых встреч, пока-пока-пока!